Дорогие зрители! В прошлое воскресенье в специальном выпуске нашего канала на немецком языке мы подробно информировали вас о накаленной атмосфере во время демонстрации в Штутгарте, Германии, проводимой против образовательного плана, разработанного красно-зеленым правительством. Сегодня мы хотим еще раз осветить эти события для наших русскоязычных слушателей. Приветствуем вас из студии Мелитополь, Украина! Телеканал Клеги Маур ТВ со своей съемочной группой был на месте события и подробно задокументировал, как буйные демонстранты, поддерживающие лесбийский, гомосексуальный, бисексуальный, транссексуальный, межполовой и другие диаметрально противоположные стили жизни, усиленно мешали мирной демонстрации людей, критикующих план обучения и воспитания. Для справки. Критикующие выступали не за дискриминацию людей с такими сексуальными наклонностями, но чтобы указать правительству на чрезмерное внимание к интересам ЛКПТ-лобби в новом плане образования. ЛКПТ-сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров объединяемое общими интересами, проблемами и целями. После того, как приверженцы данного общества несколько раз блокировали шествие демонстрантов, инициаторы демонстрации по Совету полиции закончили ее раньше времени из соображений безопасности демонстрантов. За несколько дней до запланированного мирного митинга у организаторов уже были причины для беспокойства. На интернет-странице, которая близка к ЛКПТ и делала рекламу для контр-демонстрации, можно было прочитать запись в блоге одного из пользователей. Я бы издал закон о запрете демонстрации гей-ненавистников, а его исполнение обеспечил бы при необходимости силой оружия. Эти твердолобые идиоты должны быть, наконец, поставлены на свое место. Уважаемые зрители, это раздраженное и пугающее мнение, к сожалению, ни одного человека, но, очевидно, большой группы людей, сторонников ЛКПТ. Так как и сегодня эту запись в блоге можно найти на сайте, она не была удалена модераторами портала. То, что приближенные гей-лесбийскому движению контр-демонстранты не оставались на одних угрозах, подтверждает не только наш фильм, но и передача канала SWR3 «Ландесхау» Баден-Вюртенберг. Уже в субботу вечером в ней сообщалось. Вскоре после начала демонстрации противники штурмовали критикующих план образования. Полиции пришлось вмешаться. При этом одна из протестующих была ранена. Сейчас мы переключаемся на интервью с госпожой П. Прошлую субботу вы получили телесные повреждения на демонстрации в Штутгарте. Что произошло? Да, я принимала участие в демонстрации. Мы хотели идти в направлении к зданию парламента. Перед двадцом мы вынуждены были остановиться, потому что мы оказались заблокированы противниками нашего движения. А позже возникло беспокойство, поскольку некоторое время ничего не происходило. Наш марш хотел пройти по левому флангу и попытался обойти противникового движения. Но они это поняли и налетели на нас. Возник конфликт. Передо мной вдруг появились два человека с большими баннерами. Я не могла ничего сделать. А в это время справа выпрыгнул молодой человек, которого не сразу заметила. Он потянул меня за руку, схватил и вывернул большой павель с моей руки правой. Я тогда крикнула «Эй!», но не знала, как быть дальше. Вдруг возникла огромная неразбериха. Через две секунды парень исчез. А потом я заметила, что моя рука опухла. Вероятно, что-то было повреждено. Как Ваше здоровье сейчас? Да, я поехала в больницу Лейнер Бергера после демонстрации. Там мне сказали прямо, что, скорее всего, связка большого пальца руки была порвана. Этот диагноз был подтвержден. И когда я вернулась в Швейцарию, на УЗИ хорошо было видно, что связка действительно была повреждена. Сегодня утром меня оперировали. Это необходимо было сделать, иначе рукой невозможно было вообще обработать. Сустав был встален титановый штырь, и были зашиты два разрыва. Теперь мне поставили несколько обезболивающих уколов, а иначе было бы очень больно. Эта рука шесть недель должна быть в гипсе, что, конечно, для меня неприятно. И я надеюсь, но не совсем уверена, что рука после шести недель будет здорова. Как вы пережили беспорядки? Кто их инициировал? Совершенно ясно, что противники демонстрации действовали очень агрессивно. Мы шли совершенно спокойно. Мы пели песни, и мы скандировали «защитите наших детей». От нас в сторону противников нашего движения не было никаких провокаций. Я этого абсолютно не заметила. А нам с самого начала пытались помешать. Так, например, на митинге повыскакивали геи, лесбиянки, и начали целоваться перед микрофоном, гладить друг друга. Они выдернули микрофон из розетки. Потом мы были полностью заблокированы, как я уже говорила, перед зданием парламента. Мы не смогли продвигаться дальше. Нас оскорбляли, полицию оскорбляли. Хотя эта группа якобы призывает к терпимости и утверждает, что это были дискриминационные действия по отношению к ним. Но именно они разоблачили себя сами, как нетерпимые. Они кричали «заткнись! Заткнись! Заткнись!» И, как я уже сказала, я думаю, что моя рука является доказательством этого. Актом дискриминации со стороны противников. А что вы скажете о поведении сотрудников полиции? Я была поражена, что их участие было совсем незаметным. Мне было заметно, что они нас действительно защищали. На митинге я не видела полицию. Их нужно было звать. Когда микрофон был вырван из розетки, мы позвали полицию. Но для меня также оставалось загадкой, почему мы полчаса стоим перед зданием, и полиция просто ничего не делает. Они просто стояли и ждали. И я спрашиваю себя, как это возможно, что разрешённая и утверждённая демонстрация может быть прервана, а полиция практически ничего не сделала и ничего не будет делать для разрешения проблемы. Может быть, у полиции нет на это полномочий? Я не знаю, но я действительно ожидала большего. Были ситуации, где мне их даже было жаль. Я видела, как блок противников этой демонстрации под крики «раз, два, три» налетели на полицию, и полицейские улетели на два метра назад. Я подумала про себя, это просто невозможно. Они стояли, а их толкали. Интересно тогда, как планируется защищать такую демонстрацию, как наша? Как они представляют себе защиту 700 человек или защиту самих себя? У меня возникают большие сомнения и вопросы. Стало ясно, уважаемые дамы и господа, какая группа применила здесь насилие как средство достижения своих интересов. Но вопреки реальности, доклад немецкого информационного агентства, который был распространён во многих немецких ключевых масс-медиа, представляет событие совсем в ином свете. В нём говорится. Во время демонстрации многие вопросы обсуждались очень эмоционально, поджигались плакаты, начинались драки, летали бомбы с краской с обеих сторон. Около 200 полицейских были здесь на дежурстве. Благодаря словам «с обеих сторон» преступники были выставлены жертвами, а сотни мирных демонстрантов – виновниками беспорядков. Позвольте задать вопрос. Почему 200 полицейских не были в состоянии защитить демонстрацию от бунтовщиков, и поэтому она была преждевременно закончена? Хотели ли вообще удалить с места демонстрации нарушителей? Почему место проведения контрдемонстрации было одобрено в непосредственной близости от места проведения демонстрации, критикующих новый план образования? Почему это было сделано, если потенциальная опасность конфликта была очевидна? Но гораздо более важным является вопрос о том, почему представители СМИ так откровенно искажают факты? Хотят ли они сознательно помешать тому, что незаконное и антидемократическое поведение, требующих толерантность неприверженцев ЛГБТ, дойдет до общественности? Хотелось бы посоветовать правительству земли Баден-Вюртенберг основательно разобраться с гей-лесбийской лобби, их последователями, целями и средствами для достижения этих целей. Нужно пересмотреть, являются ли консультанты по разработке нового учебного плана, который должен характеризоваться свободой, толерантностью и уважением безупречными людьми. Мы будем информировать вас о ходе событий на канале Клеги Мауэр ТВ. А сейчас мы прощаемся с вами. Следите за происходящим. Продолжение следует...